Вот если сейчас посмотреть на ситуацию вторжения России в Украину, допускаете ли вы просто сам вопрос такой поставить? А давайте посмотрим, у кого из них лучше наука, медицина там и так далее. И если там лучше, тогда мы это оправдаем. Мы можем представить себе подобное? Ребята, вы очень лицемерные вещи, вы говорите. И вы очень зря это делаете. Очень зря. Поддержка Израиля в этом вопросе означает поддержка оккупации. Это значит, что резолюция ООН. Так, размышляющее. Ас-саляму алейкум. А украинцы оказались лицемерами. 8 лет долбили бомбас. Это террор. А 80 лет унижали, убивали, грабили, поселяли палестинцев. Это норм. Украинцы, чей Крым? Украинцы, чей Иерусалим? А алейкум ас-саляму араматаллах. Вот видите, это те вопросы, которые теперь возникают, они справедливо возникают. И это очень плохо. Эти вопросы бы не возникали, если бы позиция была бы сдержанной. Как можно, я просто не понимаю, как можно было, воюя с оккупантом сейчас, высказать вот такое мнение в этом вопросе, в котором очень много параллелей. Очень много. Разница лишь в том, что там срок разный. То есть, если там что-то оккупировали 50 лет назад, а здесь год назад. Вот вся разница. Но от этого-то суть не меняется. Параллель-то остается. Поэтому, видите, сейчас очень много будет подобных уплёков размышляющих. Украинцам желаю то, что она желает палестинцам. Русскую власть ненавижу и тех, кто их поддерживает тоже. Я за свободу палестинского народа. И течение, и Аллах дарует нам это, иншаллах. Все-таки позиция нормальных людей, она должна быть нормальной. Нормальный человек, размышляющий и справедливый. Он не должен идти на поводу у своих эмоций. Возьмем, в пример, карабахскую историю. Смотрите, 30 лет назад армяне оккупировали эту территорию. Провели этнические чистки, заставили азербайджанцев, азербайджанское население покинуть эти территории. Ну, выдавили их, по сути. Кого успели, убили. И, по сути, оккупировали эту территорию. Затем, на протяжении 30 лет, они вели абсолютно лицемерную игру, когда не признавали эту территорию своей. То есть, они не говорили, что это Армения. Не признавали ее независимой официально. При этом, везде неофициально продвигали мысль, что это якобы борьба народа Карабаха за свою независимость. Хотя не существует никого народа Карабаха. В общем, на протяжении 30 лет эта ситуация существовала. Затем, Азербайджан, с помощью войны, восстановил свой суверенитет на этой территории. Вот это вот тоже, смотрите, ситуация, когда посмотреть на нее вот так сверху, абсолютно понятно, кто прав, кто виноват. Где на чьей стороне своеведливый, значение не справедливости. Но если мы с вами вот возьмем в детали, войдем, допустим, давайте посмотрим на личность Алиева, например. Хороший ли, приятный ли он для нас там парень Алиев? Ну, вряд ли, да? Посмотрим на азербайджанскую власть в целом. Она какая она? Она там избранная? Она что-то демократическая? Она какая? Шариатская? Какая она? Никакая, да? Она диктаторская абсолютно. Если мы посмотрим на это с религиозной точки зрения, там что? Это что? Исламская страна Азербайджана? Это кто вообще? То есть, понимаете, когда ты начинаешь копаться в деталях, то это в большинстве своем шииты, вряд ли с точки зрения религиозной, это вообще можно назвать исламским образованием, да? С точки зрения политической, там личностной какой-то, вряд ли можно симпатизировать там Алиеву. То есть вот в целом совершенно неприятная, да, в этом плане ситуация. Но, тем не менее, мы понимаем, что есть народ Азербайджана, мы понимаем, что там разные как бы люди, и то, что с ними произошло тогда, 30 лет назад, была несправедливость по отношению к ним. И когда они восстановили справедливость, мы радуемся этому. Несмотря на то, что там, может быть, если сейчас копнуть каждого, взять лично там каждого карабахца, мы если его рассмотрим, может быть, там будут люди, которые в большинстве будут нам неприятны. Может быть, я не знаю, я не говорю, что это так, но может быть, мы это допускаем. Также, если мы сейчас будем копаться в этих там вопросах государства, религиозных и так далее, в целом, может быть, нам будет это все неприятно. Но, однако, когда мы вот так вот в общих чертах на это смотрим, мы понимаем, что это были люди, проживавшие на этой территории, а в отношении них была ученина несправедливость. Эти люди сейчас восстановили эту справедливость, мы их поздравляем с этим, и мы радуемся вместе с ними. Почему? Потому что в целом человек нормальный. Ему неприятно несправедливость, он ее отторгает, и ему приятно, когда происходит что-то справедливое. Когда справедливость восторжествует, ему приятно. Такова фитра, то есть естество нормального человека. И вот то же самое в вопросах Украины. Вот сейчас человек, да, начинает злорадствовать, желаем там вам и так далее. Нет, не желаем. Не желаем. Потому что мы-то понимаем, что в целом то, что происходит в Украине, это тоже абсолютно ясная ситуация. Мы прекрасно понимаем, кто там прав, кто не прав, кто там справедлив, кто не справедлив, на чьей стороне там правда, а на чьей нет. Мы это прекрасно видим. Поэтому эмоции, ну здесь мы отключаем и говорим. Конечно, никто не желает, что бы там сейчас в вопросах Израиля, какая бы лицемерия ни была проявлена, мы не желаем, чтобы Россия одержала победу над украинцами. Конечно, не желаем. Но мы призываем также украинцев точно так же проявлять справедливость, не отключить эти эмоции и посмотреть на это с точки зрения справедливости. Самое главное убрать вот это вот лицемерие. Особенно это важно именно в вопросах Украины и украинцев. Потому что там сейчас идет война, в которой в том числе и мы должны иметь какую-то позицию. И, конечно, видите, вот люди, которые пишут подобное, они ведь позавчера бы это не написали. Это очень важный момент. Вот этот вот размышляющий, написавший, он бы вряд ли он позавчера написал бы подобное. Да, он сейчас пишет, конечно, эмоции. Но это результат вот этой вот политики, которую сейчас проводит Украина. Игорь Томсо, добрый вечер. Ни в коем случае не хочу никого обидеть и оскорбить, но упомянутая вами поддержка Израиля – это поддержка науки, технологии, медицины против мрака, архаики и откровенного варварства. Как это связано? Какая наука, технологии и медицина? Причем здесь это? Там есть два народа, два государственного, два государства. Одно оккупирует другое, и это государство, которое оккупировало, имеет больше возможностей, больше поддержки. За счет этого она развивает свое образование, свою науку. А второе, которое находится под оккупацией, не имеет этой возможности, не имеет этой поддержки. Она не развивается, в принципе, может быть. И теперь так произошло. Теперь нужно поддержать то, у которого там медицина получше, или наука получше. А давайте теперь перенесем это на российско-украинскую ситуацию. Давайте кто там что развивает. Мы будем в этом вопросе вообще копаться? И будет ли это правильно вообще копаться? Вот если сейчас посмотреть на ситуацию вторжения России в Украину, допускаете ли вы просто сам вопрос такой поставить? А давайте посмотрим, у кого из них лучше наука, медицина там и так далее. И если там лучше, тогда мы это оправдаем. Мы можем представить себе подобное? Ребята, вы очень лицемерные вещи, вы говорите. И вы очень зря это делаете. Очень зря. Вопросы науки, образования и так далее. И пускай это все будет в границах, которые были закреплены мировым сообществом. Можно это все развивать и в своих границах. Для того, чтобы развивать медицину, науку, для этого не нужно оккупировать чужие территории. Тогда получается и Россия может сказать, мы хотим оккупировать часть территорий, чтобы лучше развивать медицину, науку и технологии. Справедливым нужно быть. И она в том, справедливость он имеет в виду, в том, что Израиль имеет право на существование на тех землях, Хамас занимается террором. На каких землях? Израиль имеет право на существование, ты сказал, да, верно. Но на тех землях, на каких землях? На тех землях, которые были по состоянию на 1967 год, да? Это ты хочешь сказать? Да, хорошо. Но если мы говорим о тех землях, на которых сейчас развивались эти события, если мы говорим о тех землях, в большинстве земель, которые сейчас просто оккупированы Израиль, то нет, это не справедливость. И это не я говорю. Это говорит ООН. То есть вы здесь не можете сказать, Тунзор, что ты что ли решаешь, что справедливо или нет? Нет, не я решаю. И это не мои слова. Друзья, вы имеете в виду, что вот эта вот лицемерная позиция, она очень хорошо просматривается. Вы не сможете обмануть здравый смысл. Ведь это все прекрасно, мы видим. Лучше вместо того, чтобы упорствовать в несправедливости, лучше наоборот проявите здесь справедливость. Призовите тех, кто высказался неправильно. Призовите их к справедливости. Ребят, вам на украинцев молиться надо в этом мире. В этом мире за вас больше никто даже среди арабских народов слова не сказал, а вы тут еще условия ставите, где и что нам говорите. Насчет арабского мира, который слово не сказал, ты абсолютно прав. Это ты, конечно, говоришь правду. Но насчет того, что молиться надо, ты здесь, конечно, перегибаешь. Никто никому на самом деле ничем не обязан и не должен. Украина нам ничем не обязана. И мы, Украине, ничем не обязаны. Но в целом мы обязаны быть справедливыми. И чеченцы, и украинцы, и весь этот мир в своей основе обязан быть справедливым. И когда кто-то несправедлив, это выход против естества человека. Поэтому, отойдя от этой темы, кто кому из нас что должен, мы никто никому ничего не должен. Но быть справедливой обязана и Украина, и украинцы обязаны быть справедливыми. Как думаешь, РФ с Ираном сдружились, Иран передал России Бабала Аш-Шахеды, а Иран запросил у РФ ракеты. Израиль накрыли одновременно 5000 ракет. Это многоходовка Путина по отвлечению США от Украины? Я не знаю. Я ничего, конечно, не исключаю. Все может быть. Это все очень много вопросов о том, что произошло. Я этого не знаю. Но я точно знаю, кто в этом регионе является источником напряженности. Я точно знаю, кто должен отпустить захваченные территории. Вот это вот понимание у меня есть. И я точно знаю, что Украина, в первую очередь, а также и другие страны, не должны вот так вот безоговорочную поддержку Израиля. Поддержка Израиля в этом вопросе означает поддержка оккупации. Это значит, что резолюция ООН, те страны, которые высказывают эту поддержку Израиля, они выступают против этой резолюции ООН. Понимаете, само словосочетание защита своих земель, оборона своей территории подразумевает, что ты выступаешь против этой резолюции. Если эти территории ты называешь израильскими, значит, ты признаешь, что оккупированные территории были оккупированы правомерно. Это открывает двери к очень многим нарушениям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok